Как создать сториз в сигнал? А что в сигнал есть сториз? Со вчерашнего дня – да. Условно со вчерашнего, но тема, по-моему, буквально последней недели и это следующий шаг в развитии мессенджеров. Поехали! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сначала все расскажу-покажу, а комментарии к самому факту уже в конце. Итак, внизу появилась закладка истории. Это в мобильной версии, в десктопе, по-моему, пока ничего нового нет. Заходим и у нас тут есть одна история. От сигнал про то, как делать истории. И возможность создать свою сториз. Либо отсюда, либо с этой кнопки. Значит, по умолчанию у нас тут камера. Можно перевернуть. Фотографируем и достаточно стандартный набор инструментов редактирования. Во-первых, можно добавить текст. Во-вторых, всякие графические элементы. Что-нибудь нарисовать. Написать. Добавить стикер. Окей. Готово. Сначала добавим одностраничную историю, потом разберемся с многостраничными. Значит, тут мы выбираем, кому мы этот сториз отправим. То есть создаем аудиторию. Весьма удобно, что аудитории сохраняются на будущее. Значит, все кроме. То есть у меня 82 контакта в сигнал. Ну, а тут выбираем, кто из них не получит. Поделиться только с. Это значит, что получит только тот, кого мы выберем. Выберем мы одного человека. Готово. Сохраняем. Нет, первый раз аудитория не сохраняется. Ладно, покажу тогда на втором примере. Так, значит, по отправленным есть небольшие настройки и даже что-то похожее на статистику. Сколько прочитано. Отсюда можно, например, переслать сториз, но он уйдет в виде сообщения, а не в виде сториз. Выглядят они по-разному. А вот так это выглядит при пересылке. Просто как сообщение. Так. Теперь давайте разберемся еще раз с аудиторией. Значит, сделали еще раз сториз. Выбираем «Моя история» попадает одному зрителю. То есть у нас сохраненная аудитория, один зритель. Не подходит. Нажимаем на «Новое». Тут либо людям, либо в группе. В группе Карл. Но мы выберем пользователей. И тут, соответственно, выбираем человека или людей. Назовите историю. На самом деле, скорее назовите аудиторию. Ну, как в Google Analytics, например. Название это никто, кроме вас, не увидит. Вот, появилась еще одна аудитория. Отправляем. Видите, в моих историях они как бы разнятся. Так. Собственно, кроме камеры тут есть закладка «Текст». Выбор фона и, собственно, текст. Ну, в общем, стандартная штука. Так. Давайте еще раз пробежимся по аудиториям. Тут можно выбрать всех, но отменить выбор уже нельзя. Можно удалять только отсюда сверху по одному человеку. Ну, мы, в общем, отправим опять близким. И тут, видите, появилась еще одна отправленная история. Вот как это выглядит у принимающей стороны. Появляется сториз в закладке истории. При том, что отправлялись они поочередно, они как бы склеиваются в одну историю. Историю можно прокомментировать. Комментарий попадет отправителю в личные сообщения. Вот в таком вот виде. Ну, и разберемся с многостраничной историей и вообще с тем, что туда можно добавлять. Значит, фото, текст. К тексту можно прикрепить ссылку. Очень полезно. Вот так вот будет выглядеть. Отправим в таком виде. Что еще? Добавим фото с камеры и нажмем вот на этот плюсик. То есть добавим еще одну страницу. И тут нам открывается память устройства с возможностью выбрать как фото, так и видео. А вот это уже не просто хорошо, а очень хорошо. Видео отправляется со звуком. Ну, то есть, у вас полный веер возможностей. Видео. Заранее подготовленные слайды. Текстовые слайды с возможностью добавить активную ссылку. Ну, в общем, все необходимое. Тут у нас два слайда. Можно добавлять больше. Какие-то можно удалить, если нажать на изображение корзинки на слайде. Ну, еще раз. Все отправленные подряд истории от одного отправителя склеиваются как бы в одну. Просто они удаляются через 24 часа. Поэтому можно сразу собирать многостраничную сториз. Можно отправлять по одному слайду. Разницы особо нет. Тут, например, я не нашел возможности добавить текстовый слайд в многостраничную сториз. Ну, вот в этом случае можно отправлять по одному слайду. Ну, и давайте отправим сториз в группу, чтобы вы просто знали, что такая возможность есть. Отправляем и получаем ее же в закладку истории. Потому что я состою в этой группе. То есть она у меня и в отправленных, в моих историях, и во входящих. И вот так это будет выглядеть у участников группы. Открываем, например, сториз от сигнал. Короткое прикосновение к экрану. Листают слайды. Свайп слева направо закрывают историю. Свайп снизу вверх запускает следующую историю в очереди. Ну, то есть это аналог лента новостей. И просто новости сделаны в виде слайдов. Не нравится одна сториз. Совершенно не обязательно листать ее до конца. Свайп и переходите к следующей истории. Собственно, в чем, на мой взгляд, прорывная идея. Я смотрел одну статистику, недавно и там говорилось, что чуть ли не 60 процентов информации современные пользователи получают из Телеграм. Ну, то есть мессенджеры это вроде как number one, но они так и не стали социальной сетью, удобной в использовании. Ну вот, первый шаг, мне кажется, в этом направлении делает сигнал. Это, конечно, дико приятно, что именно защищенный мессенджер делает этот шаг. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok